Настоящее утро! Утро со звуком! Только на Радио 13! Ну что, Лейва, надо помучить нашего гостя вопросами? Разными всякими... А, я убегаю! У нас, на самом деле, вот пришла Васька, которая, да, действительно пользуется. 4, 13, 13, 75. Вопрос такой. Денис, вот спрашивают, вы новостник? Да, и новостник тоже. Ну, новостником я стал для себя совершенно неожиданно, и я бы не сказал, что это совсем недавно, но чуть меньше года назад. Ну, это не весь вопрос был. Сейчас. За что ты так, человека? За что ты так, наших гостей? Ну, ну, давайте, что там? Ну, обычно у новостников такая, скажем так, формат поведения такой строгий, вот, а вы такой веселый. Слушайте, вы знаете, я изгой в мире новостников, потому что я бесконечно тусуюсь, с утра приезжая на работу опухший, меня так замазывают все так гримом, и одевают костюм на меня, причесывают меня так, что у меня сразу плюс 10 лет, и уже никто не... Не догадывается. Я покажу, да, если бы вас здесь ловил интернет нормально, я бы вам показал видео. Сейчас, сейчас я решу эту проблему. У нас много интернета здесь, мы интернет-канал, у нас много интернета. Вот, но, безусловно, накладывает этот какой-то отпечаток, ну, потому что я уже, допустим, не могу себе позволить, ну, где-нибудь в Роллинг-Стоуне скакать голый на барной стойке, ну, потому что с утра на эфир, что люди подумают. Но, в принципе, можно прочитать в эфире эти новости, как Денис Лазарев перед этим скакал голый в Роллинг-Стоуне. Ну, почему нет? Давно было, ребят, давно. Раскрутим новость, то есть даже на ура, Денис платит, все нормально. Да, раскручиваем. Да, есть еще один вопрос, кстати. Алена спрашивает. Ну, возможно, довольно банальный, Алена, прости, но, наверное, банальный вопрос, но все же. Почему вы решили стать ведущим? Я думаю, что... Да меня никто не спрашивал. Меня заставили! Заставили? Я вообще не хотел! Заставили? Я хотел быть машинистом! Как-то так случилось лет, так, наверное, 10-12 назад. Я сначала попал на телевидение, потом попал на радио, а потом как-то и остальное тоже пришло. Но начинал я с корреспондента в молодежной программе в далеком сибирском городе, а потом как-то так вот добрался и до Москвы. То есть, подожди, а я в каком городе начинал все это дело? Это Красноярский край, город Ачинск. Как город? Ачинск. Да. Ну, это сейчас секретная информация, вообще же я москвич для всех. Я же вообще как бы здесь родился, я здесь живу всегда. Нет, ну, нет, ну просто родители народа съездили туда, потом вернулись в Москву, это нормально. Да. Так бывает. Да. Там рода просто хороший был. Да. Еще один вопрос можно? Конечно, конечно. Алена, во-первых, от Алены комментарии... У нас завязался же диалог, да, с Аленкой? А спросите у нее, она красивая, блондинка, брюнетка? Сейчас напишет. Но перед этим она спрашивает, вернее, сначала комментарий, а потом вопрос. У вас такой красивый голос, а вы поете? Когда выпью, да, регулярно. Вот сейчас вот, ну, ну, хорошо, да. Это да, я как раз демонстрировал вот это. Ми-ми-ми-ми. Не, он просто выпивает голос, чтобы спеть, а потом, когда голос проваливается дальше в желудок, он уже петь не может. А Алена пишет, я брюнетка и немного пухленькая, ничего? Да, в общем, да. При этом, заметь, вопрос к тому, женат ли Денис Лазарев или нет, тут не стоял. Я показываю пальцы, пальцы показываю, нет колец, нет. Ой, господи, кольцо всегда можно снять, ну, е-мое. Как маленькие, да? А вот да, как это сделал Костя. Наоборот, он много одел, чтобы как бы... Здесь просто, да, никто не замечает, из-за их обилия. Мало кто замечает, даже те же самые девушки. Вот Мишаня в скайпе пишет Радио 13. Привет, мы едем в Канаду и слушаем Радио 13. Да ладно? А откуда вы едете, да, в Канаду? Вот я не знаю, куда, откуда. Наверное, на собаках через Аляску. Вот это уровень, друзья. Аляска, привет! Вот это секретное подразделение. Вот оно, вот оно, в действии. И Мишаня спрашивает, я думаю, что я задам этот вопрос вам, Денис. Влад храпит, что делать? Кто? Влад храпит. Я так думаю, это какая-то Дениса тусовка едет. Я не знаю, нет. А так ты Дениса здесь? Если честно, у меня нет вообще знакомых Михаил. Стой, подожди. Ни одного. Подожди. По-моему, эта тусовка ехала в Канаду себе спокойненько на собаках, на оленях. Теперь обратно, что ли? Нет, мимо Москвы проезжали. Я в 4 утра высадили Дениса, который пробежался, потом думает, ой нет, я же живу здесь рядышком сейчас отдохнуть, а потом пойду на эфир. Я предлагаю начать свистеть. Свистеть? Ну, говорят, помогает. А, тому, кто храпит? Да. Но я-то, в отличие от вас, все-таки слежу за тем, что спрашивают наши слушатели. Не растекаясь мыслью по древу. Скажите Владу, пусть свистит. Не храпит. А так точно храпить не будет. А вообще они из Бостона. Они едут из Бостона в Канаду. Можно мне магнитик, ребят? Пожалуйста. Откуда? Из Бостона или из Канады? И оттуда. В Дьюти Фри купите нам, пожалуйста. По приезду в Москву, да, нам сообщите, где вас искать и где добывать. Так, ну что у нас? С вопросиками, ну, пока все. Пока все, да. Пока все. Друзья, 9.48 в Рим-Московской. Денису Лазареву все нравится у нас, несмотря на то, что он телеведущий и радиоведущий. Да. Я бы назвал соперником, но вынужден назвать коллегой. Да. Мне так и хочется сказать нет. Ну да ладно. Пусть так и будет. Ты нас с вами.